Приговор Надежды Толоконниковой, Марии Алёхиной, Екатерине Самуцевич. Все три приговорены к двум годам колонии общего режима. С нами на прямой связи Владимир Роменский, Володя. Что сейчас происходит у хомонического суда? Приняк на улицу! 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 Здравствуйте, коллеги! С криками позор и инквизиция встретила толпа, а здесь, наверное, находится около тысячи человек. Те люди, которые пришли к хомоническому суду сегодня в связи с внесением приговора по делу Пусси Райт. Сейчас вы видите, как сотрудники полиции продолжают задержание людей. Это самые активные... Сейчас вы видите, как в автозак доставляют Данилу Линделя, который является помощником депутата Государственной Думы. В автозаке доставлено уже несколько десятков человек. Это самые активные участники той акции, которая проходит здесь. Берут в основном тех, кто больше всего кричит, одевает шапки балаклавы, ровно такие же, в которых девушки из Пусси Райт появились в храме Христа Спасителя. Те, кто выкрикивает лозунги, и те, кто достают какие-то плакаты. Всего здесь порядка несколько сотен человек. В основном это сторонники Пусси Райт, однако есть здесь много и тех, кто выступает в поддержку Русской Православной Церкви. Эти люди говорят, что девушки должны сидеть, и они разделяют мнение прокуратуры. Надо отметить, что если в начале их взаимодействия, одних и других сторон, было более или менее спокойным, то в какие-то моменты оно накалялось. Например, несколько православных активистов обливали водой девушек, которые пришли поддержать Пусси Райт, и были в футболках с изображением именно этой панк-группы. Ну, также здесь не утихают многочисленные споры между казаками, которые приходят сюда. Они сложили на тротуаре костер, сотрудники полиции попросили этот костер убрать. На нем они обещали сжечь подсудимых, если им не понравится решение суда. Но все-таки здесь пока гораздо больше сторонников панк-группы Пусси Райт. Сразу после приговора многие люди, которые рассредоточились по ближайшим скверам и дворам, они подошли ближе. Как вы слышите, сейчас в отношении сотрудников правопорядка раздаются скандирования фашисты. Также громко люди реагируют и аплодируют каждому из задержанных. Он становится практически героем. Что уж говорить про адвокатов, когда они проходили мимо толпы, их встречали словно рок-звезд, аплодисментами, свистом. Хлопали, приветствовали их именно так. Здесь очень много людей, каждый из них пытается по-своему высказать поддержку. Многие в футболках, другие наклеивают прямо на свою верхнюю одежду наклейки с словами поддержки девушкам из Пусси Райт, другие приносят значки. Было достаточно много людей, которые приходили в шапках-балаклавах, однако как только они попадали в поле зрения полицейских, их тут же забирали. Ну, сотрудники полиции в основном ведут себя корректно, но вот в отношении православных активистов они гораздо более, по моему ощущению, лояльны, нежели чем по отношению к тем, кто пришел поддержать девушек из Пусси Райт. Коллеги. Спасибо, Володя. Владимир Роменский от здания Хамовнического суда. Давайте посмотрим, что там происходило сегодня днем. А, Лео, а вы, где-то, 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 где-то. Дед, ты уж старый, что-то. Ну, и что, ну, почему ты не идешь домой? Что-то, 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 что-то. Что-то, 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 что-то. А что там было написано? Под руки. Если их посадят, будут петь шансон в стиле воровая. У меня есть православный крест. А там я поклоняюсь калюши, воперную. Ой, я-ня-ня-ня. Вы очень компетентны в этом во всем, да, понятно? Да, понятно. Если Бог им назначит тюремное место, значит, там так ему быть. Я вижу их лица. Это лица людей, не тех людей, которые пытаются. Они более стойкие, чем ты. Они не золотарюши, а ты не золотарюши, а ты не золотарюши. А я тебе сказал, что я золотарюши. Ну, а мне кажется, они получили свое. Ну, и все уже как-то просто смеются уже над нами вообще во всем мире. Пора бы, может быть, их отпустить, но это действительно, ну, вряд ли это самый серьезный враг государства. На этом ничего не творится, просто люди пришли. Я не очень понимаю, что надо делать, но как-то хочется быть здесь. Вот. Хочется набить рожу кому-нибудь, там, просто, ну, потенциал есть. В натуре, как так жить, блин, а зачем это сделали? Мапри. Просто расскажи свою позицию. То, что происходит в суде под председателем судьи Сыровой, это было бы смешно, когда бы не было так стыдно. Это наши дети, хорошие, плохие. Это какая страна, такие дети. Ощущение какой-то дурки, какого-то идиотизма, оно, безусловно, витает возле их. Тут еще и те ряженые, какие-то казаки, которые хотят, я не знаю, ведьм сжечь или кого. Сатана уже пришел, над нами Бог, Сатана с вами, Бог с вами. Кого-то винтят потихоньку. Вот, например, сейчас сюда к нам движутся какие-то ребят. Шашисты! Шашисты! Этот процесс, конечно, заполнится. Он, на самом деле, такой же, как и все остальные процессы. Тут нет ничего более абсурдного, чем в других процессах. Просто, наконец-то, это увидели все. За что девочкам, ставшим невольно катализатором неравнодушия многих-многих людей, и, конечно, спасибо Богородицу. Спасибо. Сегодня утром разноцветные балаклавы надели на Ломоносова, Пушкина и Абая. Группа молодых людей попыталась нацепить маску и на памятник Федору Достоевскому у Ленинской библиотеки. Однако этим планом помешал дождь. Активисты постоянно соскальзывали с постамента и просто не смогли забраться на классика русской литературы. Дальше дела пошли лучше. Балаклаву удалось одеть на монумент Ломоносову рядом с факультетом журналистики МГУ. Даже появившаяся охрана вуза не смогла помешать активистам. Также маски появились на Пушкине и Наталье Гончаровой, стоящих на Новом Арбате, на памятнике Абаю Кнанбаеву на чистых прудах. В результате этой акции задержан был только один активист. Его схватили в переходе метро Белорусское при попытке нацепить балаклаву на скульптуру партизан. Сейчас он доставлен в отделение. Эту акцию в поддержку Мпуссерае провели те же люди, которые в среду вышли к Храму Христа Спасителя с призывом блаженно-милостивые. Тогда, напомним, были задержаны пять человек. Давайте посмотрим, что в эти минуты... Сейчас мы, собственно, видим акцию блаженно-милостивые, которую разогнали охранники у Храма Христа Спасителя. Она продолжалась несколько секунд. Мы подробно об этом рассказывали. Сейчас переносимся в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге митинг в поддержку Пуссерае прошел на Марсовом поле. Причем он был согласован со Смольным. За ходом акции наблюдал наш корреспондент Алексей Камынин. Добрый день, коллеги. К сожалению, те, кто пришли сегодня на эту акцию...